Всем привет! В сегодняшнем видео вас ждет обзор двух автокресел переносок с самого рождения. Эти автокресла являются абсолютными новинками 2023 года. Это два немецких автокресла группы 0+. Britax Römer BabySafe 5Z и Cybex Cloud Z2. Оба автокресла имеют стандарт безопасности R129 iSize. Это самый строгий и самый новый стандарт в Европе. Именно поэтому в нашем обзоре также будут участвовать и базы Isofix, которые подходят для данных автокресел. Главная особенность данных автокресел в том, что они умеют раскладываться из положения чаши в горизонтальное положение, как на коляске, так и в автомобиле. Это очень классная функция и в этом видео я расскажу почему. Также я расскажу, как установить автолюльку в автомобиль на штатные ремни безопасности и на базу Isofix. И какой из этих способов будет лучше. Обо всем этом в нашем сегодняшнем видео. Меня зовут Софья Грицунова и я соосновательница наших магазинов товаров для новорожденных Piccolo. Добро пожаловать на наш канал и давайте начнем обзор автокресел Britex Römer и Cybex. Я нежно люблю и уважаю оба бренда, но во-первых, потому что они немецкие, а во-вторых, их можно по праву назвать китами, на которых стоит мир детских автокресел. У компании Cybex производство размещено в Китае и работает под управлением немецких менеджеров. У компании Britex Römer производство, сборка и собственные полигоны краш-тестов находятся в немецком городе Лаупхай, Германии. Также Britex Römer первые, кто запустили динамические проверки своих автокресел. В 2017 году у них появились установки мирового масштаба, которые тестируют автокресла, то есть настоящий краш-тест на собственном полигоне. Но давайте вернемся к раскладывающимся автокреслам. В свое время компания Cybex создала уникальное автокресло Cloud Q и затем более обновленную версию Cloud Z. Эти автокресла умеют раскладываться в горизонтальное положение, но важное замечание – они умеют раскладываться только на шасси коляски или на ровной поверхности, не в автомобиле и не при его движении. То есть получалось, что родители гуляли с малышом в автокресле Cloud Z в горизонтальном положении. Малыш отдыхал, все было хорошо. И потом приходило время, что вам нужно возвращаться в автомобиль и продолжать поездку. И автокресло снова возвращалось в положение чаши, в это сгруппированное положение. Малыш либо пробуждался, либо родители переживали, что ему там неудобно, слишком мало пространства. И очень, я знаю, что многие родители хотели, чтобы вот эта функция горизонтального положения была доступна и во время движения. И вот сейчас компания Britax Römer и компания Cybex сделали шаг вперед и создали автокресла, которые позволяют это сделать. Таким образом, два автокресла Britax Römer BabySafe 5Z и Cybex Cloud Z2 умеют раскладываться в горизонтальное положение не только на шасси и коляске, не только на ровной поверхности, но также и в автомобиле. Но между ними есть одно очень важное отличие, о котором я расскажу в сегодняшнем видео. Оба автокресла соответствуют самому новому и строгому европейскому стандарту безопасности R129 iSize. По этому стандарту автокресла тестируются не только на торможение, не только на удары сзади, а также на боковые удары и перевороты. Таким образом, малыши в автокреслах будут надежно защищены со всех сторон. У Britax Römer боковая защита вся спрятана внутри. Специально разработанная конструкция поглощает силу бокового удара, обеспечивая максимальную безопасность ребенка. У Cybex боковая защита представлена в виде вот таких крылышек, которые правильно открывать во время движения. Отдельное внимание хочу уделить автокреслу от Britax Römer. Все внутренние вкладыши выполнены из memory foam. Таким образом, малыш погружается в настоящий удобный кокон. И вместе с горизонтальным положением малыш будет очень крепко и долго спать, даже если у вас продолжительная поездка. Так как оба автокресла относятся к стандарту безопасности R129 iSize, то подбор автокресла идет по росту ребенка, а не по весу, как было в прошлом стандарте. И подбор по росту является более точным. Автокресло Cybex Cloud Z2 подходит для малышей ростом от 45 до 87 сантиметров. Автокресло Britax Römer BabySafe 5Z подходит для малышей ростом от 40 до 85 сантиметров. То есть их можно использовать для недоношенных малышей. По мере роста малыша не забывайте регулировать подголовник. У Cybex он регулируется с помощью рычажка в 11 положениях. Трехточечные ремни безопасности с мягкими накладками также регулируются под рост малыша. В автокресле Britax Römer подголовник крепится на липучке, поэтому вы сможете отрегулировать его в любом положении. Трехточечные ремни безопасности удобно фиксируют ребенка в автолюльке. Их можно отрегулировать в трех положениях по мере роста малыша. Для простоты на каждом из трех положений указан рост ребенка. Вы точно не ошибетесь с регулировкой. Также в некоторых расцветках у нового автокресла BabySafe 5Z вкладыш для новорожденного выполнен из дышащих материалов. Бывает так, что малыш потеет, из-за этого нервничает, поездка становится более суетливая. Но как раз таки из дышащей ткани у голова и спинка малыша не будут преть. По мере роста малыша и согласно инструкции не забывайте доставать все внутренние вкладыши, чтобы малышу было максимально комфортно находиться в автокресле. У двух автокресел очень глубокие и бесшумные капоры, которые будут защищать от солнышка. Здесь есть защита SPF 50+. И я всегда рекомендую его открывать даже в дождливую погоду, потому что в случае, не дай бог, аварии капюшон защитит ребенка от осколков стекла. И также в некоторых моделях, ну не в этих, есть капюшоны, которые фиксируются именно к ручке автокресла и зависят от нее. Здесь же капоры абсолютно самостоятельные. У автокресел ручки для переноски очень легко и удобно перекидываются. У Cybex кнопки находятся здесь, а у Britax здесь, поэтому они не портят ваш маникюр. Теперь давайте перейдем к установке автокресел в автомобиль. Начнем мы с Cybex Cloud Z2. Оно может быть установлено в вашу машину как на штатные ремни безопасности, так и на базу Isofix. База Isofix здесь Base Z2. Она может быть использована для двух автокресел. Сначала для автокресла переноски с самого рождения, а затем для автокресла до 4 лет. То есть у вас одна система на целые 4 года. Я поставила автокресло против хода движения. Это обязательное правило для всех автокресел 0+. Далее мы с вами должны установить автокресло так, чтобы индикатор, который есть сбоку автокресла, шел параллельно полу вашего автомобиля. После того, как мы с вами убедились, что автокресло у нас установлено в правильном положении, мы с вами достаем ремень безопасности. Вытягиваем его на хорошую длину, чтобы нам хватило. И далее нижний ремень мы с вами протягиваем через направляющие по центру автокресла. Они выделены зеленым. Диагональную часть ремня мы с вами протягиваем через фиксатор на спинке автокресла. И после этого мы с вами фиксируем ремень в замок. Не забудьте подтянуть ремень, чтобы автокресло было надежно закреплено. Способ установки на штатные ремни безопасности является чуть более долгим и здесь требуется некоторая сноровка. Поэтому я очень рекомендую сначала потренироваться перед первой поездкой с малышом. И в отличие от базы изофикс, которая вам сообщает о том, что все сделано правильно или что-то сделано неправильно, здесь, конечно, никто вам такого не сообщит, поэтому будьте очень внимательны и делайте все не спеша. И если мы устанавливаем автокресло без базы изофикс только на штатные ремни, мы с вами не можем разложить автокресло в горизонтальное положение. Как только мы с вами нажимаем кнопку на спинке, чтобы разложить автокресло, у нас сразу появляются красные индикаторы, которые не пускают нам пропустить здесь ремень безопасности. Теперь давайте установим автокресло на базу изофикс. Это специальная платформа, которая стационарно находится в вашем автомобиле. Вы устанавливаете ее один раз и больше не трогаете. Она фиксируется сковами к корпусу автомобиля и на нее вы уже устанавливаете автокресло. Из базы мы с вами достаем специальные скобы изофикс и выдвигаем их с одной и с другой стороны. Затем эти скобы мы с вами фиксируем к корпусу автомобиля и задвигаем базу. Также у базы изофикс есть специальная нога-распорка, которую мы с вами устанавливаем в пол автомобиля. И так как сейчас здесь нога запломбирована, я просто покажу, что при правильной установке индикатор ноги загорится зеленым цветом. Здесь очень удобно выполнена база, так как она крутится на 360 градусов. И вы можете развернуть ее в сторону открытой двери, чтобы вам было удобно усадить и достать малыша. Далее мы с вами берем автокресло и ставим его на поворотную базу до щелчка. И разворачиваем его против хода движения. Таким образом, когда у нас автокресло установлено правильно в пазы, развернуто против хода, либо по ходу движения, и установлена распорная нога, то все три индикатора будут гореть зеленым цветом. И уже на базе изофикс мы с вами можем перевести автокресло в более горизонтальное положение. Чтобы снять автокресло с базы, достаточно нажать клавишу на опорной ноге. Еще раз хочу уточнить, что перевозка в полулежачем положении в автокресле возможна только на базе изофикс. Перевозка в таком положении на штатных ремнях не допускается и является небезопасной. Теперь давайте посмотрим, как устанавливается автокресло Britax Römer BabySafe 5Z. Здесь также возможна установка как на штатные ремни безопасности, так и на базу изофикс. И база изофикс тоже работает как единая система на 4 года. То есть сначала вы устанавливаете автокресло группы 0+, и затем автокресло группы 0+, до 4 лет. Чтобы помочь вам правильно установить автокресло в автомобиль без базы изофикс, на автокресле есть специальный индикатор, который выполнен в виде уровня с бегунком. Если вы слишком сильно будете наклонять автокресло, то бегунок перейдет в красную зону. То есть установка происходит неверно. А если вы все сделаете правильно, то бегунок перейдет в зеленую зону. Мы с вами установили автокресло строго против хода движения. Я напомню, зачем устанавливаем именно так. В случае резкого торможения малыш просто сильнее вдавится в автокресло. Если же автокресло будет стоять у нас по ходу движения, то в случае резкого торможения голова малыша по инерции полетит вперед. А слабые шейные позвонки могут этого не выдержать. Поэтому обязательно устанавливайте автокресло строго против хода движения. Для установки мы с вами также достаем ремень безопасности. Вытягиваем его на достаточную длину. Нижний уровень ремня мы с вами протягиваем через направляющий по центру автокресла. А диагональный ремень мы с вами проводим по спинке. И после этого фиксируем с вами ремень в замок. После того, как мы с вами закрепили ремни безопасности в замок, мы их подтягиваем, чтобы они у нас не провисали. И еще один момент. В случае резкого торможения у нас автокресло по инерции пойдет вперед, а затем назад. Вот таким вот образом. Чтобы этого не происходило, я рекомендую ручку-переноску поставить в упор к сидению автомобиля. До щелчка. Таким образом, в случае резкого торможения, автокресло не опрокинется назад. И после этого мы с вами нажимаем кнопку на спинке автокресла и переводим его в более эргономичное положение. Здесь это можно сделать и на штатных ремнях безопасности. Теперь давайте установим автокресло Britax Römer на базу Isofix Flex iSense. Эта база также стационарная. Вы один раз ее устанавливаете в автомобиль и больше ее не трогаете. Она также поворотная на 360 градусов, поэтому вы сможете развернуть автокресло в сторону открытой двери. Первый шаг это мы с вами цепляем автокресло за скобой Isofix к корпусу автомобиля. У базы также есть опорная нога с красным индикатором. Зажимаем две кнопочки, опускаем опорную ногу так, чтобы у нас с вами пропал красный индикатор. Тогда у нас все сделано правильно. В базе Flex iSense есть наклонная спинка, которую вы регулируете под сиденье вашего автомобиля, чтобы она стояла в упор. Когда мы с вами установили базу Isofix, нажимаем кнопку и разворачиваем платформу в сторону открытой двери. И далее ставим автокресло на базу. Автокресло у нас ставится до щелчка. Разворачиваем его против хода движения. И все, начинаем поездку. На базе Isofix вы также можете перевести автокресло в более эргономичное положение. Чтобы снять автокресло с базы, нажмите кнопку в основании и снимите автоглюльку. Установка автокресла как на базу Isofix, так и на штатные ремни безопасности являются одинаковыми по безопасности. Главное сделать это внимательно и правильно. На базу Isofix, конечно, это сделать намного проще. Один щелчок и автокресло у нас уже установлено. И база к тому же нам сообщает, что мы все сделали правильно, либо неправильно. Теперь давайте поговорим по поводу положения чаши в автокресле. Ну, наверное, на 98% рынок детских автокресел, именно вот автокресел группы 0+, именно производится в форме чаши, где малыш лежит такой, как креветочка, и он сгруппирован. Это нормальное положение, ну, потому что все делают автокресло именно так. Такие автокресла проходят краш-тесты, они имеют стандарты безопасности, и они абсолютно безопасны для ребенка. Да, педиатры рекомендуют находиться в автокресле для новорожденных от 40 минут и постепенно увеличивая это время до 2 часов. Но мы с вами понимаем, что ребенок 2 часа, конечно же, не будет находиться в автокресле. Все равно будут перерывы на кормление, на то, чтобы сменить подгузник. Все равно вы будете делать перерывы. И я понимаю, что ментально родители как-то переживают за малыша, когда он находится в таком вот скукоженном креветочном положении. Хотя мы знаем и видим по цифрам, что эти автокресла безопасны. Я очень рада, что такие бренды, как Britex Römer, как Cybex, берут и делают автокресла, где ребенок находится в более эргономичном положении, что позитивно влияет на восприятие родителей. При этом эти автокресла такие же безопасны. Если вы вдруг решили перевозить ребенка в спальном блоке коляски или в незакрепленном автокресле, я настоятельно рекомендую этого не делать. Это не та сфера жизни, где нужно экономить и экспериментировать. Итак, после моей большой речи, давайте поговорим про еще важный функционал в автокреслах. Это вес. У автокресла Britex Römer вес автолюльки составляет 3,9 кг, а у Cybex 4,6 кг. Обращайте внимание на вес автокресел, потому что к этому весу нужно еще прибавить и вес ребенка, который будет расти с каждым месяцем, а вы будете его переносить. Поэтому вес играет очень большую роль. Теперь давайте поговорим с вами про установку автокресла на шасси коляски. Как мы с вами действуем? Например, мы едем на шопинг, в поликлинику или на прогулку. Мы берем только автокресло и шасси коляски без спального блока. Подходим с вами к багажнику, достаем шасси, раскладываем его. На шасси мы с вами устанавливаем адаптеры для автокресла. Подходим к двери, разворачиваем базу к двери, достаем с вами автокресло с малышом из машины и ставим на шасси коляски. Все готово и мы можем ехать на прогулку. Почему шасси плюс коляска это классное решение? Во-первых, вам не нужно брать с собой спальный блок от коляски, который увеличивает пространство и занимает место в автомобиле. Во-вторых, вы можете гулять столько же, сколько и со спальным блоком, если разложите в горизонтальное положение. И вам не нужно перекладывать спящего малыша из автокресла в коляску, делать какие-то ювелирные движения. То есть вы просто переставляете, малыш также продолжает спать. Конечно, есть один минус. Если мы используем спальный блок коляски, то малыш лучше защищен в снегопад или дождливую погоду. Но если весна, лето, сухая погода, то можно смело использовать шасси плюс автокресло. Да, конечно, в сильный снегопад или ливень со спальным блоком вам будет намного удобнее. Но согласитесь, бывают ситуации, когда вам вдруг захотелось посидеть, попить кофе в любимой кафешке или пойти прогуляться по городу. То в этом случае шасси коляски плюс автокресло вас выручат. И еще важное уточнение, что данное автокресло подходит на шасси практически любых колясок. Не только на Britex Smile 3 или Cybex Pream. Потому что автокресло устанавливается на специальные адаптеры, а адаптеры выпускает именно бренд коляски. Мое личное мнение по поводу этих автокресел. Я действительно сравнила два очень качественных и дорогих бренда, которые стоят своих денег. Когда вы делаете выбор в пользу них, вы понимаете, что за этим стоят высокобюджетные разработки, испытания, краш-тесты, за счет которых компания Britex Reamer и Cybex годами накапливают свою репутацию. И я предполагаю, что если вы смотрите это видео, вы уже задались целью сделать поездки с малышом максимально комфортными и безопасными. Но при этом у вас есть запрос, а какие еще есть фишки в автокреслах. Я надеюсь, что после этого видео вам стало немного понятнее, что есть такая еще функция, как раскладывание автокресла в полулежащее положение. От себя хочу добавить, что сколько я обозревала автокресла, всегда был запрос от родителей, чтобы появилось это эргономичное положение у автокресел. И я очень рада, что Britex Reamer и Cybex это сделали. И важно еще раз замечание, что Cybex может раскладываться только на базе Isofix, а Britex Reamer как на штатных ремнях безопасности, так и на базе. В этом видео было много моего личного мнения, но прошу вас понять меня, потому что я очень люблю тему автокресел в нашей тематике. Сама люблю быть за рулем и люблю комфорт, конечно же. Поэтому в своем автомобиле и для своего ребенка я бы выбрала одно из этих автокресел, чтобы все было по высшему классу. Спасибо вам за просмотр, не забудьте поставить лайк, потому что мы очень стараемся для вас и всегда делаем полезные и интересные видео. Так что до новых роликов и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok